Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня очередная, как я это называю, скандальная тема, вокруг которой обычно бывают такие вот кардинально противоположные мнения и вокруг которой начинают ломать копья и выяснять, что правильно, что неправильно, кто дурак, а кто не дурак и прочее. Но я хочу сказать о чем? Что в комментариях соблюдаем приличия, никаких высказываний о том, кто сдох, кого закопать, кого прочее. То есть все это должно быть в адекватном состоянии. Вы можете писать свое мнение, что там, допустим, а я считаю, что нужно, допустим, захоронить, потому что, потому что там, допустим, а кто-то может писать, а я считаю, что нет и прочее. Я в данном случае всегда выступаю как посредник с языка сил, скажем так, переводя через Таро то, что говорит нам на эту тему, ну, будем так говорить, Вселенная. Потому что здесь к какому-то узко взятому эгрегору будет неправильно обращаться, потому что если мы, например, с точки зрения коммунизма обратимся к эгрегору, коммунизма, это будет одно мнение. Если с точки зрения демократии, это будет другое мнение. Поэтому мы просто к Вселенной сегодня обращаемся и спрашиваем, вообще надо ли хоронить Ленина и что будет, как это повлияет вообще на страну и мир. Мир косвенно, а мы все-таки находимся, скажем так, вернее не мы находимся, а я нахожусь в России и, соответственно, сам Мавзолей тоже находится в России, поэтому я смотрю именно для России, что это может быть и как это будет влиять на дальнейшие какие-то моменты в стране, как это на экономику повлияет и на остальные сферы. Будет ли это провоцировать какие-то новые военные конфликты и остальное. Поэтому, друзья, мы собрались не для того, чтобы рассказать, кто плохой, кто хороший, а собрались просто посмотреть, что нам скажут на это высшие силы. Первая сигнификация сейчас по мнению высших сил Ленина. Ну, смотрите, здесь ложится в целом достаточно позитивная карта, но опять же карта говорит о том, что, смотрите, история какая. Здесь нужна уже помощь в этой ситуации, скажем так, да, вот показывают карты. И карты показывают, в первую очередь, это карта семьи, семьи, которой по факту уже нет, допустим, то есть родные не похоронили, будем так говорить. И далее то, что мы видим здесь, это все-таки продолжение обрядов. То есть по сути уже самого человека нет, но какие-то обряды, которые по поддержанию ведутся, они продолжаются. То есть такая своеобразная магия, она здесь присутствует. И опять, видите, опять магия, которая связана с помощью в сохранении чего? Ну, сохранение тела здесь. Опять же, императрица может нам говорить, потому что это ближе к чему-то приземленному, и может говорить именно о сохранении физического тела и всего, что с этим связано. Но опять же, карты говорят о том, что все труднее и труднее становится. Это делать в изначальной задуманности, и ситуация становится все более мутной. То есть здесь вот потенциально может это косвенно говорить о том, что разговоры более активные начнутся по поводу того, чтобы захоронить. Насколько сильно будет влияние при захоронении? Смотрите, здесь карты говорят о том, что больше влияния при отсутствии захоронения может быть, и для России в каком ключе оно идет. Оно идет в ключе манипуляций, но больше приземленного характера, чем каких-то магических вопросов. То есть пока это продолжается, здесь могут идти постоянные крышесносные бои, больше в политической или бытовой сфере. Но здесь, видите, и юридический вопрос будет, конечно, по этому поводу открыт. Но не будем в дебри углубляться. Итак, еще раз, насколько сильно влияние? Не будет большого влияния какого-то, не будет большого вмешательства в ту же экономику, скорее всего, от того, что захоронят. Я всегда, знаете, прежде чем задавать вопрос, надо или не надо, я всегда смотрю, а что это принесет? То есть, а что это даст для того, чтобы понимать, надо или нет в конечном итоге? Как это повлияет именно на экономику? Ну, смотрите, по сути, это никак не повлияет, потому что уложатся достаточно пассивные карты. Здесь единственное, что может быть какой-то после этого возврат неких финансов, которые были заморожены в банковской сфере. То есть после этого могут вернуться какие-то деньги после захоронения. И здесь скорее позитивно, чем негативно это повлияет на экономику, то есть сможет оставаться в состоянии достаточной стабильности, максимальной при тех изначальных данных, которые будут на тот момент. Это будет стабилизацией и возможен возврат средств, которые, например, находятся где-то за рубежом, которые где-то заморожены. После этого скорее позитивное, чем негативное влияние, но не глобальное. Как повлияет это на спокойствие в обществе? Будет ли это разжигать какую-то там вот вражду и так далее? Ну, вы знаете, будет практически, вот общей массе будет все равно. Будут не согласны с этим вопросом, но масса такого населения, которое не согласна, она по сути своей не критическая будет. Поэтому, видите, здесь не показано каких-то больших боев. Ну да, будут высказывания отрицательного характера, может быть, какие-то одиночные пикеты здесь по этому поводу тоже будут. Но чтобы это влияло именно на спокойствие в обществе, здесь это, ну, скажем так, не выходит. Кто-то, по нему, недовольный, скажет что-то по этому поводу, но глобально там какой-то новой революции из-за этого, каких-то вопросов, именно причиной, которым бы стало захоронение Ленина, не наблюдается. Будет ли это провоцировать новые и другие конфликты с другими странами? Ну, смотрите, что творится. Вот, перетасовала при вас колоду, и здесь только какие-то такие единичные вспышки, какие-то споры, высказывания, может быть, каких-то представителей Запада и Европы, и других стран по этому поводу, но не далее, чем высказывания. То есть, именно к военным вооруженным конфликтам каким-то это, по сути своей, не приведет. Может ли это спровоцировать конфликт между странами СНГ? Смотрите, что творится. Ну, вот опять, видите, тасую. Опять тасую. И нет, все останется по-старому. То есть, здесь, как бы, круговорот времен, он как идет, так и будет идти. Просто вот эта острая фаза, в которой могли бы быть какие-то бойные рассуждения на эту тему, она прошла. И здесь, видите, даже одна и та же карта, одна и та же карта четко выпадает, выпадает и выпадает. Просто все могут высказать свое мнение. Мнений, в том числе искренних по этому поводу, будет достаточно много. Но нет состояния, когда, например, страны СНГ между собой вступают в какую-то войну именно из-за этого. То есть, это не станет поводом и причиной. И это все решится дипломатически. То есть, может быть, кто-то извинится, кто-то скажет, ай-яй-яй, ну да, вот так получилось. Но ничего более. Вердикт. Давайте от, именно, через, к вопросу, к второму, что делать. Ну, смотрите, карты говорят о том, что хоть в лоб, хоть в полбу, но в целом не противопоказаны, да, вот похороны с воинскими почестями здесь вот так вот ложится. И ситуация, знаете, вот именно формат, что в лоб, что в полбу. То есть, что захоронят, что нет, по сути своей, это никак не повлияет. И какое бы ни было большое количество, да, людей, которые могут говорить о том, что это на что-то повлияет, искать какие-то подковерные такие вот дела. То есть, здесь исчерпал ли мощь, да, вот сам вот этот мавзолей, как энергетика в дальнейшем. Да, уже там нет той мощи, которая была изначально. И по сути своей он не повлияет ни на что. Поэтому здесь и ложатся определенные карты. Вот такая история. Ни на что это не повлияет, грубо говоря. Такие незначительные влияния были мною перечислены в течение расклада. Но глобальных изменений для страны мира, стран СНГ, это не повлечет. Поэтому, скажем так, все эти крики, это вот та ситуация, которая сама по себе исчерпалась. Видите, ситуация прошлого. Я спрашиваю, что это за ситуация сейчас? Ситуация, которая сама себя исчерпала. Это уже то, что, по сути своей, ну, знаете, как-то может так пройти мельком. Давайте посмотрим, есть ли возможность захоронения, ну, от сегодняшнего дня. Это конец уже 2022 года. Я это снимаю 8 декабря. И давайте посмотрим до конца 2023. Есть ли возможность захоронения? Само захоронение здесь не выступает. Ну, может быть, поднят вопрос. Может быть, ситуация, когда будут именно, ну, в Думе или в тех органах, которые занимаются. Я не знаю, кто будет принимать это решение. Я не политик. Поэтому здесь именно будет поднят вопрос. Будут выдвигаться такие предложения. Однозначно будут переживания по этому поводу. И обсуждения. То есть обсуждения будут в 2023 году однозначно. Но все будет оставаться, ну, скажем так, как есть. Я не вижу здесь изменений именно на 2023 год, что прямо вот что-то произойдет. Давайте 2024 год посмотрим. Будет ли захоронен именно Ленин? Вынесен там из мавзолея, погружен в землю, да? В 2023 году. Вот смотрите, есть возможность на 2023 год. 24 мы смотрим 24. Есть возможность, но далеко не факт, что ей воспользуются. Если это и будет, то это будет после сентября. Здесь ложатся осенне-зимние карты. Ближе туда. Но в целом, вы знаете, на очень большие периоды такие вот там на много-много лет вперед смысла смотреть нет. Если эта тема будет интересна, мы ее в конце 2023 года можем еще раз посмотреть. Потому что пока что, пока что даже на 2024 год достаточно мутные по этому поводу какие-то, да? Вот могут начать работы по подготовке к этому процессу на 2024 год. Поэтому в начале года ничего, а уже какие-то движения пойдут ближе к осени. Вот тогда и надо уже пересматривать. Будет этот вопрос. Вот такая вот история. Потому что каждый раз кричат, каждый раз говорят о том, что вот это гениальная идея и теперь-то точно все. Но вот из области все или не все, посмотрим, как отыграется расклад. Потому что, скажу честно, вообще сейчас такое время, когда не только бытовые, хорошо известные санитарологом ситуации, проигрываются и ложатся, скажем так, понятными абсолютно сочетаниями, но и новое время, когда новые ситуации заставляют по-новому взглянуть на сочетание карт. То, что в быту означает одно, в режиме военных действий означает абсолютно другое. И то, что случается каждый день, мы уже привыкли видеть на картах. А вот когда случается что-то за рамки выходящее и то, что не случалось, допустим, за всю бытность человека, за пол его жизни или за взрослую жизнь, очень трудно просмотреть именно в таком формате. Поэтому сейчас все тарологи, я думаю, что учатся и будем, естественно, несмотря на то, что для кого-то это может стоить жизни, а для кого-то это действительно поможет лучше читать арканы и лучше понимать то, что карты показывают. Посмотрим, как расклад отыграется. Я не претендую там на истину в последней инстанции, но у меня карты показывают так. По крайней мере, я их трактую именно так, как трактовала сегодня. Всем удачи и благополучия. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok